Депутаты держат на контроле обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Отмечено, что в прошлом году на эти цели было выделено из областного и федерального бюджетов свыше 380 миллионов рублей. На субвенции муниципальное образование региона приобрели 236 квартир. В текущем году на реализацию данных мероприятий предусмотрено порядка 400 миллионов. Все районы Брянской области стали участвовать в строительстве жилых помещений для детей-сирот. Все были перечислены, начиная от Унечи, Клинцова, Стародуба. Везде строятся дома. Депутаты отдельно обсудили вопрос доступности высокотехнологичной медицинской помощи для жителей области. Так, лечебные учреждения региона за счет средств фонда обязательного медицинского страхования в 2020 году оказали почти 4500 случаев такой помощи, а в этом году уже более 500. В 2020 году высокотехнологическая медицинская помощь была оказана 8692 жителям нашей области. В 2019 году было 9600 жителей. Прирост ВМП в 2020 году по сравнению с 2013 годом составил 1,7 раза. О чем я говорю, почему я говорю, с 2013 годом есть поручение президента, согласно которому мониторируется оказание высокотехнологической помощи жителям области. Вот согласно этому поручению мы должны были увеличить в полтора раза. Удалось нам увеличить в 1,7. Также на контроле депутатов вопрос обеспечения лекарствами жителей региона, страдающих редкими заболеваниями. На закупку препаратов в этом году выделят порядка 400 миллионов рублей. Александр Новиков, Артемий Маркелов, Анатолий Чикрыгин. События. Брянск.